Здравия всем любителям хоккея! Российские игроки в этом году вновь были великолепны и подарили нам множество крутых моментов. Ну а вы, к сожалению, опять не угадали тему этого ролика. Фоксы, ну соберитесь, даем подсказку, следующая тема регулярно появляется у нас на канале. Так что ждем ваших комментариев. Ну а мы давайте вспомним лучшие моменты российских хоккеистов. А теперь усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Иногда пас-партнеру в крюк можно и не вкладывать. Владимир Тарасенко сделал четкую передачу с расчетом на отскок от лицевого борта. Павел Бучнимыч совершил богатырский замах, на который повелся бедолага-вратарь. А нападающий блюз просто закатил шайбу, объехав в ворота. Стильно получилось! Прекрасное индивидуальное усилие от Владислава Наместникова. Самостоятельно отобрал шайбу в чужой зоне, заложил финн. Был нагло сбить с ног, но контроль не потерял. Как итог, очень красочный гол в ворота Колорадо. Евгений Додонов знает, как сохранить интригу до последней секунды. Уже перед самым носом голкипера четко переложил шайбу и бросил мимо ошеломленного соперника. Неординарное мышление продемонстрировал форвард. А здесь мы вам покажем голы-близнецы от разных отцов. Уже классический для себя финн с обыгрышем вратаря одной рукой продемонстрировал Владимир Тарасянко. Не отстал от своего товарища и Евгений Кузнецов. Такое же четкое исполнение не самого простого финта и шайба в сетке. Дмитрий Орлов чувствовал себя в Бостоне своим. Уверенности было так много, что он наказывал соперника вот такими индивидуальными действиями. У Ильи Любушкина в Баффало тоже было все отлично. Но вот от него никто не ждал голов в меньшинстве, в быстром прорыве, да еще и в овертайме. А он взял и сделал. Красавчик! В этом сезоне очень ярко себя показал Петр. Кочетков. Особенно запомнилась его игра клюшкой. Подобные сейвы, как матчи против Аризоны, могут выигрывать для команды целые серии плей-офф впоследствии. Ну или просто можно удивить нападающего соперника, сыграв в стиле Доминика Гашика, выйдя далеко из ворот. С Петром не соскучишься. Андрей Кузьменко в своем первом сезоне Ван Хайл поиздевался над многими защитниками. Но вот этот обыгрышдаги Хэмилтона стоит особняком. Одно невидимое движение, и топ-защитник остался не у дел. Очень породистый гол! Фокси, если вы хотите знать, язык не хуже Зюзина, то проект наших друзей Спикела – это то, что вам нужно. Спикела – инновационная авторская система обучения иностранным языкам. Неважно, готовитесь ли вы к IELTS или только учитесь читать, проект подойдет каждому. В основе методики карточки, на каждой из которых озвученные слова и примеры с изучаемым словом, особый цветовой перевод и логическая анимация, что делает процесс легким и захватывающим. И еще крутой момент! Недавно у ребят появились увлекательные истории с разными видами спорта, включая хоккей. И эти истории основаны на только что изученных словах, чтобы сразу применить их на практике. В общем, we recommend it! Все ссылки внизу под видео. Удивить смертоносное большинство Тампы очень сложно, но у Даниила Тарасова получилось. Акробатический сейв с болезненным ударом об лед запомнится надолго. Невероятное спасение в критической ситуации. Забивать крутые голы в падении наши парни тоже могут. Иван Проворов по своей личной традиции в одного зарешал в овертайме. В процессе чуть травму не получил, но обошлось. Уровень мастерства Евгения Кузнецова настолько высок, что он может огорчить голкипера, уже потеряв равновесие. Но не контроль над шайбой. Изумительно! Тренеры вратарей Айлендерс явно много времени уделяют отработке. Игры клюшкой? А иначе как объяснить эту череду дичайших спасений? Илья Сорокин дважды выручал свою команду, использовав клюшку как теннисную ракетку. Не отставал от своего молодого коллеги и Семен Варламов. Просто грандиозные спасения. Вратарский тандем Айлендерс украл наши сердечки в этом сезоне. Самый дикий русский промах сезона совершил Владислав Наместников. Попасть в ворота было, кажется, гораздо проще, но нападающий угодил в штангу. Бонус сезона! Петр Кочетков отметился не только в Энхайл, но и лигой ниже. Да как отметился? Он забросил шайбу, пальнув из-за своих ворот. А уж как отпраздновал! Но это реально крутое событие. Такое может и не повториться. На этом все. Продолжайте подводить итоги вместе с нами. Так что оставляйте комментарий. Продолжение совсем скоро. А если вам понравилось это видео, ставьте свой родной хоккейный лайк. Подписывайтесь на наш канал. И не забывайте про наш телеграм. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok